Хотя, на минуточку, она мой препод, и у неё уже есть жених. Оу, спасибо, сердечко. На самом деле, это не странно, а очень мило. Уже не дождусь, чтобы увидеть твоего друга. ЧЕГО? ЧЕГО? Чё творим, бро? Меня зовут Сергей, он и сей, бро. Сразу же, просто сразу же, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Выйд, при то время, и Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень же нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою крутую Суприм-банду. Эй, банда, неделю назад я выкал видео, где я переписывался со своим преподом, который хотел денег из-за своей интим-фотографии. Блин, это просто жесть. И я скажу сразу, когда я с ней попереписывался, я не сразу выложил то видео. Прошла где-то неделя, и уже потом только я выложил это видео. Потому что она уволилась на следующий день, и я подумал, ну и раз она уволилась, я могу выложить это видео. Но пришел новый препод. Банда, я вам отвечаю, через две недели пришел новый препод. Причем она тоже такая же молодая, как и та. Я не знаю, сколько ей лет, но она выглядит явно моложе, чем та. А еще она рыжая. Я не знаю, банда, но скорее всего это бред, но мои друзья говорят, что она как-то странно смотрит на меня. Не так, как на других студентов. И я не совсем понимаю, чем они говорят, потому что... Что? Она мой препод, я студент. Нет, я был уверен, что такой второй случай не появится, как был с тем преподом, который скинул свои фотографии за деньги. И мои друзья сказали мне это проверить. И вдруг реально она на меня запала. Я решил рискнуть, но не просто, а на камеру. Типа, если получилось, то я сниму видео и выложу его, наверное. А если не получилось, то я не буду его выкладывать. Но если вы смотрите это видео, то либо здесь было что-то очень интересное, либо что-то пошло не так. Окей, банда, давайте-ка ей напишем. Фух! Итак, банда, я напомню. Тот препод уволился. На его замену через две недели пришел новый препод. Анастасия Викторовна. По-моему, я как-то так. И сейчас банда вместе с вами я ей напишу. И мы проверим, ли правда то, что говорят мои отбитые друзья, или нет. Но мне кажется, скорее всего, нет. Поэтому, потому что... Ну нет, она препод, не может быть такого. Но все же была, не была. Мы проверим ей, поэтому пишем ей. Добрый вечер, Анастасия Викторовна. Я надеюсь, ее так зовут. И она почти сразу прочитала. Привет. Еще такую скобочку. Привет. Отлично, эта преподша хотя бы идет со мной на связь. Хотя бы уже улыбнулась. Не так, как прошлое. Сразу в конце воскресательный знак поставила. Окей, что ей дальше написать? Как дела? Хорошо, ты как? Уже все хорошо. Как день прошел? Окей, банда, я попробую сейчас не просто пообщаться, поговорить. Как говорится, расположить к себе, что я типа хороший парень. А не какой-то там быдло. На самом деле, это просто проверка. Я просто проверяю своего препода. Я надеюсь, что мои друзья очень сильно ошибаются. Да вроде все хорошо, нравится работать. Она всего два дня проработала и уже сделала вывод, что ей нравится. Мне, к примеру, не нравится учиться. Чем занимаетесь? Блин, пол одиннадцатого я ей пишу в директ и предлагаю пообщаться. А это что-то новенькое? На диване лежу, уже думаю, спать идти. Ты... Естественно, она уже думает, спать идти. Пол одиннадцатого на часа. Естественно. А ты? Да так, чай пью. Но не будешь ей говорить, что я видео снимаю. Ты мне написал, что ты хотел? Мать, что ей написать? Да, узнать домашнее. Фу, блин, вот этому я реально был не готов, что она сейчас у меня спросит, что я хотел. Офигеть. А, на понедельник выучить страницу 346-360. Вроде все. Нихера, сколько домашки. 14 страниц выучить. Ты серьезно? На понедельник после воскресенья... Чего? По-моему, наш диалог тупо заходит в тупик. Я не знаю, что ей дальше писать. Ладно, окей, сейчас рискнем. Я на самом деле писал по другому поводу. Блин, что дать ей написать? Зачем я вообще это написал? Да? Я слушаю тебя, Сережа. Ты фатафак? О, ладно, давайте подумаем, что ей можно написать. Будьте ей уже просто можно начинать действовать. Написали, что она была сегодня красивая? Блин, это вообще-то такое-то поедение. Ну ладно. Вам это покажется странным, но сегодня вы были красивы. А, блин. Мне страшно, что она отпишет. Блин, зачем я вообще это написал? О, спасибо. Сердечком. На самом деле это не странно, а очень мило. Спасибо. Что? Она уже отправила сердеч... Что? Не, я не верю, что друзья были правы. Не. Сейчас я просто, можно сказать, пойду ва-банк и... Блин, я сейчас такое ей напишу, вы просто офигеете. Я вам отвечаю. А если не смотрели на то, что я ваш студент, вы бы со мной погуляли? Блин, но про это... Оу. Она ответила, оу. Но про это никто не должен знать. Как-то немного неудобно. Блин, я все испортил. КАМОН. Ой, извините, я не так хотел это глупо сделать. Блин, это так глупо выглядело. Она теперь подумает, что я какой-то озабоченный дебил, который хочет погулять с преподом. Но я не против. В какой день ты хочешь это сделать? ЧЕГО? ЧЕГО? Так, Банда, вы ничего не видели. Можно в пятницу, если у вас не будет дел. А вот тут я прям реально офигел. Она не против... Аааа. Но я вам скажу, что даже я не против погулять. Можно. Только мне нужно будет что-то придумать, чтобы отпроситься у своего жениха. Что? Окей, давайте... Она сейчас же... Из-за своего жениха она сейчас может просто сразу же спрыгнуть. Нужно ее как-то заинтересовать. Я за все заплачу. Ох, ваш жених. Ох, это будет прекрасно. Блин, ей нужно... Скажите своему жениху... Ой, она написала, куда ты хочешь пойти. Ладно. Скажите своему жениху, что вам дали дополнительные часы, пары. Ок. Ох. Мы можем пойти, куда вы хотите. Вот тут я реально офигел. Что? У нее есть жених. И... Тут одно из двух. Либо я такой пикап-мастер, либо они все неправильные. Стой, будет смешно. Я надеюсь, ты это делаешь не из-за того, что... Не выполняешь домашнее задание. ЧЕГО? Ха-ха. Нет. Нет, стойте. Вот здесь нужно как-то пошутить. Иногда. Ха-ха-ха. Блин, я ей дал выбор пойти, куда она хочет. Она сейчас по-любому выберет какой-то дорогой ресторан, тем более, если я плачу. Мы можем пойти в суши над берегом. Да ты серьезно? Это самый дорогой ресторан в нашем городе. Да, хороший выбор. В пятницу. Ты же за все заплатишь. Естественно, выбрать самый дорогой ресторан, а потом спрашивать, где я за все заплачу или нет. Да, конечно, у меня уже как бы выбора нет. Я напишу тебе. Только смотри, чтобы никто не увидел, куда ты идешь. Оу. За это не стоит переживать. Ок, сейчас я напишу самую тупую вещь, которую только когда мог написать. Уже не могу дождаться пятницы, чтобы увидеть вас. Вот это самое... Блин, я не знаю, туп... Блин, надо сейчас реально подумать, что я какой-то озабоченный. Сердечко тебя. Типа, love тебя. Я то самое отправлю. Love тебя. Все. Я заканчивал препода. Ок, возможно, мои друзья были правы. Ух ты, она отправила еще здесь эмоджи. Три эмоджи с сердечками и в конце поцелучек. Ок, отправим ей поцелучек и вот этот вот персик. Если кто не знает, персик означает, типа... Ну, как бы вам так сказать? Жопа. Ну, типа, понятно, типа, да, там орех такой. Ух. Какая-то самая тупая, что я делал. Она что-то пишет, блин. О-о-о-о. Уже не дождусь, чтобы увидеть твоего друга. Что? Чего? Что? Да ты серьезно? Вода. А-а-а. Дружи, я не слышала. Чего? Окей, я все понимаю. Но вода-то... Окей, посмотрим, что будет в пятницу. До встречи, Анастасия Викторовна. Я просто в шоке. Пока. Пока. Окей, банда, я не знаю, что будет в пятницу. Возможно, я отморожусь или реально как-то пойду с ней погулять. Блин, она реально красивая. Она красивая, чем была прошлый препод. Она рыжая. Это плюс тысячу, чтобы упасть ко мне. Нет, ничего, блин. Окей, это полная жизнь. Я просто... Я не знаю. У меня же слезы идут от смеха. Блин, а самое обидное то, что мои друзья оказались правы. Фу, банда. Вот это просто... Я не знаю. У меня такой шок. Реально, второй препод подряд. Но это хотя бы не присылает своих фотографий, как прошлый препод. Да, была отвратительная ситуация, как она только увидела, что у меня есть деньги, потому что я скинул какую-то фотографию из интернета, и она в это поверила. И она сразу же скинула мне свою фотографию и сказала, чтобы я за нее заплатил. А потом я ей отказал, и она у меня заблочила. И на следующий день уволилась. Но эта ситуация немножко лучше. Это хотя бы не скинула сразу фотографии, а просто согласилась со мной пойти. Хотя на минуточку, она мой препод, и у нее уже есть жених. И она согласилась со мной пойти. Что? И причем вот эти последние ее сообщения? Що? Получается... Она готова уже изменить своему жениху. Чтобы вы понимали, это не обычный парень. Это жених. Хотя если сравнивать эту ситуацию с прошлой ситуацией, она ничем не лучше. Поверьте, они обе отвратительные. Потому что та всего лишь скинула фотографии, но при этом у нее тоже был парень. А это прям уже хочет изменить. Жениху. Мем смешной, но ситуация страшная. А если сейчас добро, у меня все еще в голове не укладывается, что... Мой препод, мой новый препод согласился со мной пойти погулять. Возможно, дорогой хайповый шмот все-таки дает о себе знать. Окей, бро, на этом все. С вами был Сергей Олес. И, бро, сразу же просто ставлю, ведь тебе это всего на каких-то две секунды. И ты бы уже за эту видео поставил свой царский лайк. Тем более, за такой контент, за таких преподов уже можно было бы поставить лайк. И также, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании. Остану специально для тебя. И лежать где-то на экране. Или же ты можешь просто просканить визитку. И все. Ты уже найдешь мой инстаграм. Конечно, подписывайся, если не боишься страшно фотографий. Но если боишься, бро, то просто пиши мне в директ. И я отвечу именно тебе. Да-да, бро, из всех тысячи человек, я отвечу именно тебе. Потому что отвечаю всем своим, бро. Эй, бро, подписывайся на мой канал, чтобы выступить в мою супрем-банду. Ведь предоставимая супрем-банда будет дать всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы уступить в нашу крутую банду Эй, бро, вот-вот комменты из-под прошлого видео Господи, ты, видишь, какие они шикарные Если бы я мог, я бы обнял каждый этот комментарий Эй, бро, не расстраивайся, ты тоже мой спас следующее видео Всего то, что тебе нужно, то нажать на лайк, колокольчик Если просто оставить свой комментарий и всё Ты ждёшь в следующем видео Лайк, колокольчик, комменты и всё, это видео Но лайк, колокольчик обязательно, потому что я проверю У меня есть прога, которая позволит мне это сделать Эй, бро, тебе будет просто вся супрем-банда А на этом всё, бро, оставайтесь таким же шикарным, пока!